Всем привет, с вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Сегодня мы вернемся к Asana, это Task Manager и посмотрим, что уникального есть в платной версии этой программы. О том, что такое Asana в принципе и как в ней работать, я рассказывал в предыдущем скринкасте, ссылка в описании. Сегодня исключительно у дополнительных возможностей Asana Premium. Но сначала я создам проект и… А, и тут уже есть дополнительные настройки, уникальные для Asana Premium. В платной версии вы можете использовать таймлайн и об этом я сегодня собственно и расскажу. И вы можете использовать приватные проекты, то есть открытые только для тех, кому вы дадите доступ. В крупной компании сотрудникам, что называется низшего звена, совершенно не нужно знать, что происходит, например, в бухгалтерии. Да и вообще можно привести много примеров того, кому чего не надо знать. Вот так выглядит таймлайн. Сейчас я про него расскажу, а пока добавим в наш проект еще одного участника — главного редактора Теплицы. Вы, кстати, заходите на сайт — она работает для вас. И можно назначить ей уровень доступа — один из трех вплоть до владельца проекта или сразу удалить. Таймлайн — это, как не сложно догадаться, временная шкала, на которой располагаются задачи. Добавим. Начнем сразу с конца и ответственный за задачу назначим главного редактора. Задача у нас на таймлайне не появилась. А почему? А потому, что мы не выставили время окончания. Она попала в незапланированное. Вот сюда. Назначим дату, и она появится на таймлайне. Вот она. Пока протяженностью в один день. Кстати, протяженность задач, то есть возможность назначить дату начала и окончания, по-моему, тоже есть только в платной версии. Я всякий раз буду говорить по-моему, потому что уверен в этом на 95%, а не на 100. Теплица пользуется платной версией. В общем, потерял я задачу. Сейчас. Вот она. За один день захватить мир нам не удастся. Это я понимаю. Отведем под это два дня. Даже три. И сместим все-таки немножко относительно сегодня. Добавим еще одну задачу уже для меня. В одиночку Наташа явно не справится. Это будет завтра. На этом мне достаточно одного дня, а потом мне нужно будет вернуться и передать таблетку Наташе. Кстати, не помню, какого она цвета, но это не важно. Важно, что кроме постановки задач, вы можете здесь расставлять зависимости, связи. Если одно вытекает из другого, это можно указать. Вот таким вот образом. Понятно, что эти связи могут быть достаточно причудливыми, если у вас проект завален задачами, но они помогают в этих задачах ориентироваться. Ну и дабы соблюсти объективность, на возвращение мне понадобится больше, чем один день. Кроме одного подпроекта, на таймлайне можно отслеживать другие подпроекты. Сейчас. Я, кстати, не понял, как это делается в рамках таймлайна, поэтому сделаю это в рамках доски. Изначально это доска канбан, то есть представление для других немного целей, которые лучше представлять как карточки. То, что, например, в Трево. Но мы сейчас это делаем для таймлайна. А вот у нас одна колонка глазами нас, и другая колонка глазами санитаров. В принципе карточки работают так, но это есть и в бесплатной версии. А мы сейчас про платную. Вот видите, у нас тут появилась еще одна строка. Не знаю, как назвать. Процесс. Наверное, правильнее подпроект. На котором мы также можем проставить задачи. Задачи, кстати, проставляются и просто, если кликнуть по рабочему пространству. Не обязательно пользоваться этим плюсиком. Ну и для санитаров понятно, что на всем протяжении нашего плана задача одна. Пристально следить за N и VL. Жалко, санитаров у нас нет в команде, некому назначить. Кроме задач, тут можно расставлять вехи, майлстоуны. То есть это какой-то рубеж, что-то большое, к чему мы идем. Майлстоун не растягивается, это один день веха. Также можно проставлять связи и ответственные. И он очень радостно закрывается. Mission Complete типа. Так, еще на платном тарифе есть возможность добавить дополнительную графу вот сюда. Тоже удобно. Можно выбрать из предложенных вариантов, но можно тоже самое сделать и самому. Например, приоритет. Здесь пункты выпадающего списка. Цвета можно поменять. А здесь вид. Список, текст числа. Расставим приоритеты. И на таймлайне у нас даже отобразятся цвета. Ну и все. Последнее, о чем я успею рассказать, это портфолио. По-моему, есть тоже только в платной версии. Это для совсем крупной компании. Портфолио объединяет проекты. То есть если у вас есть крупные направления, их можно выносить в портфолио. Его также можно делать закрытым. Туда вы добавляете проекты. Портфолио удобно не только тем, что систематизирует проекты, но и тем, что здесь есть график загруженности сотрудников. Всегда можно определить, кто перерабатывает, а кто ничего не делает. Asana Premium точно пригодится средним и крупным компаниям, ведущим сразу несколько проектов. Особенно с сотрудниками, работающими на удаленке. Программа не дешевая. 11 долларов в месяц за одного сотрудника. Но по программе Тепло Диджитал вы можете получить 50-процентную скидку. Ссылка в описании. И плюс тут есть так называемый гостевой доступ с общением по e-mail. И в принципе таким образом количество сотрудников можно уменьшить. Все, подписывайтесь на наш канал, оставляйте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать у Теплицы социальных технологий. Субтитры создавал DimaTorzok